Обращение жителей и представителей общественных организаций, предписание прокуратуры и БДД, интенсивность движения, наличие маршрутов общественного транспорта, инфраструктурная значимость и текущее состояние. Вот по каким критериям в первую очередь специалисты выбирают, какие дороги ремонтировать в Самаре. Поэтому в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в городе обновят 21 объект общей протяженностью 26 километров. Три участка сделают комплексно. Один из них – улица Елизарова в границах между улицей Победы и проспектом Металлургов. Жители оставили множество обращений о необходимости проведения ремонта, поскольку рядом объекты социальной сферы. А на улице Чернореченской комплексные работы приурочены к масштабному благоустройству. На участке от Владимирской до Спортивной будут преображать бульвар по нацпроекту «Жилье и городская среда». Планируется открытие реконструированного в рамках нацпроекта «Культура» здания кинотеатра «Россия», который станет домом муниципального театра «Молодежный». Поэтому важно, чтобы и дороги, и тротуары соответствовали обновленной территории. «Понимаете, есть где будет погулять, допустим, с детьми, ну и так людям пожилым. Я за рулем, считаю, с детства, всякие дороги видел. Ну, когда дорога хорошая, приятно ехать, душа радуется». На улице Чернореченской специалисты также планируют все воздушные линии электропередач перенести под землю. Комплекс надремонтируют и улицу Куйбышева в границах улиц Венцика и Вилоновской. В этом году ресурсники перекладывали коммуникации под улицей и часть работ по восстановлению благоустройства уже выполнили. В 2024-м предстоят ремонтные работы, чтобы привести в порядок весь оставшийся участок улицы, которая так любима горожанами и гостями города. Вопрос целесообразности тех или иных видов работ один из ключевых. Бюджетные средства не тратятся впустую, если в этом нет необходимости. Специалисты также поясняют, при комплексном ремонте от фасада до фасада обновят не только автодороги, отремонтируют также тротуары, газоны, смонтируют новый бортовой камень. Помимо этого, как и на всех остальных участках в разных районах города, заменят люки смотровых и дождеприемных колодцев. Крышки смотровых колодцев сделают антивандальными, бесшумными. На каждом этапе работ по нацпроекту традиционно муниципальными службами будет осуществляться контроль. За это будет ответственным заказчик, департамент городского хозяйства и экологии и его подведомственное учреждение МБУ Дорожное хозяйство. 18 объектов отремонтируют картами свыше 100 погонных метров захватом всей проезжей части. К таким объектам относятся участки улиц Нововокзальной, Врубеля, Садовой, Алматинской, Силовой, Четвертого проезда, Зубчининовского шоссе и другие. Независимо от вида ремонта, если после фрезерования старого полотна дорог будут выявлены ослабленные места основания, их усилят. Уже в третьей декаде января планируется заключить два муниципальных контракта. Таким образом, задолго до старта нового дорожно-строительного сезона подрядные организации будут определены, и у них будет возможность подготовиться к предстоящим работам. С перечнем объектов, запланированных карточному и комплексному ремонту в Самаре в рамках дорожного нацпроекта в 2024 году, можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.